Всем привет привет вы на канале вот гсн и сейчас период хэллоуинских праздников я взял за привычку выкатывать из ангара машины из предыдущих хэллоуинов и на очереди у нас мародер давайте кратенько его обсудим броня есть но не везде бьется что интересно вот здесь по центру хотя казалось бы должны были быть какие-то точки разбросаны что касается орудия орудия у нас есть базовые и есть топовая хотя честно говоря топовая она настолько унылая в игре на пятом уровне что представить себе сложно несмотря на то что обалденная альфа в 250 и кумулятивными голдовыми 190 пробития 105 90 базовым снарядом осколочно-фугасный вообще 25 ну как бы очень слабенько согласитесь углов склонения нет минус 6 ну как они есть но можно сказать что их нет время перезарядки это самое страшное что есть в этом танке целых 10 и 7 десятых секунды урон в минуту 1400 можно сказать что практически ни о чем даже для пятого уровня хотя безусловно есть машинки с худшим уровнем дпм разброс и время сведения еще одна хиллесова пята и вот получается что с тремя вот этими хиллесовыми пятками да да ребят именно с тремя не с двумя машинка на топовой пушке чувствует себя крайне уныло более веселым орудием является базовая да безусловно у него уже не 250 а всего лишь 160 альфы но ребят давайте будем откровенны есть огромное количество ивентовых машин коллекционных допустим те которые можно было забирать в ежемесячных ивентах и вот там как правило разработчики наделяют альфой в 160 единиц ребят но там 6 уровень не 5 то есть для пятерки согласитесь 160 уже гораздо приятнее на данном орудии есть угол склонения уже минус 8 что существенно для данной машины и отыгрывать уже от каких-то там неровностей холмов преград уже гораздо интереснее и приятнее что касается бронепробития бронепробитие повышается на данном орудии и это тоже существенно для данного танка и согласитесь даже в процентном соотношении довольно неплохо время перезарядки становится более приемлемым в семь секунд и одну десятую безусловно хотелось бы чтобы было в районе пяти секунд тогда это было бы прям вот вообще фан-фан-фан а так ну просто становится более играбельно разброс улучшается пускай не существенно там прям вообще на миллион цифр но уже лучше и вот время перезаряд простите время сведения она действительно становится божеским и составляет грубо говоря три секунды согласитесь три секунды это вам не 4 процентном соотношении 25 процентов короче говоря ребят вот базовое орудие она более прикольным ради от чистоты эксперимента безусловно справедливости ради мы закатим и на одном орудии и на втором орудии и попробуем их заценить я могу сразу за себя сказать что играть на топовом орудии мне вот прям совсем совсем сложно и неприятно потому что на мародере я выезжая против каких-нибудь средних легких танков ты должен с ними бодаться да то есть перед перекидываться как-то уроном и соответственно побеждать их там допустим дпм да но здесь как бы немножечко не та история здесь так не получается потому что за то время пока вы перезаряжаетесь практически 11 секунд в вас отбрасывают большее количество снарядов чем вы выкидываете из своего ствола соответственно в данной гонке вы как правило проигрываете ну и за то время пока вы перезаряжаете свое время сейчас я не знаю количество игроков приблизительное даже кто знает как отличить мародера на вот этой пушке от пушки базовой в то время когда мародер появился ребята помнили и знали потому что мародеров было как грязи и вот как только видели что у мародера стоит топовое орудие все прекрасно сдали что после того как мародер кинул шот и пустой даже нанес урон после этого у тебя есть целых 10 секунд для того чтобы подъехать к нему начать его крутить заехать с кормы заручиться поддержкой допустим там своих союзников но и соответственно отбрасывать помните то что я говорил по поводу брони вот она спереди бьется прям на ура а углов склонения но с гулькин нос соответственно отыгрывать на вот этой неровности да вот чуть-чуть бы еще добавить немножечко ему склонений орудия и было бы но прям куда куда комфортнее отыгрывать так куда нам сейчас прилетела нам сейчас прилетела в башню да ребят чем ближе к стволу да чем ближе к маске орудия тем легче машинка прошивается в башню хорошо здесь немножечко справились поехали дальше едем в корму к врагам не знаю хорошая эта идея или плохая но в любом случае на данном орудии с учетом разброса с учетом времени сведения времени перезарядки отыгрывать на дальнем расстоянии как бы ну не совсем алё что у нас здесь у нас здесь есть к в 2 только непонятно нет не спящий к в 2 не смогли мы его пробить двое я так понимаю что у них на базе все таки стоят афк но вряд ли они отыгрывают нормально полноценно да двое товарищей спят но вот допустим по времени сведения по точности орудия видите как бы вроде бы и летит но летит снаряд долго и вроде бы и должен был пробить но к сожалению не пробил возвращаемся сюда вот опять углы склонения да то есть их уже не хватает нам остается только поехать добрать вот этих вот товарищей которые там мирно дружно спят один проснулся чем я его и поздравляю на двести двадцать пять единиц урона ну и поехали дальше поближе посмотрим что нам скажет маджай маджай господи вечно не могу выговорить название этого танка все в него в бедного бросают он там что-то стоит пытается башни покрутить но а я продолжаю перезаряжаться короче говоря ребят машинка по подвижности она прикольная но вот углы склонения время перезарядки и вот все что с этим связано да то что я говорил стоя в ангаре она действительно но не доставляет фана то есть ты вроде бы играешь и в то же время как-то и не очень у тебя это получается за 1185 единиц урона и одного уничтоженного товарища нам дали знак классности второй степени говорит это о чем говорит это о том что машинка она не сильно популярная в рандоме то есть народ не сильно ее гоняет поэтому и планочка я бы сказал что не сильно высокая но ребятки давайте будем говорить так по поводу фарма в первую очередь я бы не сказал что машинка фармящая за вот такой бой получили 16 тысяч серебром но пятый уровень не знаю сложно мне ребят сказать как бы такое знаете ну вот так вот то что можно сказать по поводу фарма на машине но машина в принципе не предназначена для фарма тем более пятый уровень в нашей команде по урону первое место ну вроде бы то и неплохо давайте теперь попробуем что называется переобуть пушку делаем вот так вот я просто что называется от нефиг делать возьму себе голды в дорогу и поехали вот смотрите чем отличается пушка да более длинная нету вот это вот пламя гасителя ну короче говоря внешний вид отличается и вот то что я вам говорил что когда ну вот в те времена когда встречали мародера в бою в первую очередь смотрели на его пушку и вот если пушка у него стояла дырокольная вот это то народ уже пытался как-то больше сейвится от мародера потому что понимали что у мародера уже не там больше 10 секунд перезарядка а в районе 7 секунд но и соответственно мародер будет отбиваться гораздо серьезнее да пускай меньшей альфой но он будет шотить чаще и это было неприятно поехали посмотрим чего могет орудие с учетом того что против нас преобладающие большинство шестерок я но как-то не сильно имею желание лезть прям совсем на амбразуру я так понимаю что скорее всего ребятки поедут сюда ттшки явно там будут а две стэшки однозначно подтянутся теперь что касается орудия вот углы склонения они уже ощутимым сейчас попробую приподняться ну вот видите то есть от холма даже там от да я согласен что холм окей не настолько высокий как был там на предыдущей карте но все равно согласитесь отыгрывается гораздо удобнее мне не приходится прям придумывать какой же все таки стороной приподняться как вывернуться для того чтобы угол склонения дал позитивный результат так отхватили я думаю что пока стоять нам здесь смысла никакого нет надо немножечко перекатываться попытаюсь зайти где-нибудь с фланга так уехала уехала добыча так пока пз на перезарядке объезжаем так ну надо ехать в любом случае в корму потому что против все таки допустим того же самого к в 2 мне особо стоять спереди ну как бы не вариант потому что я для него абсолютно шотно я в принципе практически для каждой машины из тех которые остались шотный кроме миджая если не считать что он там от барабана да то есть ну самим барабаном может мне набросать так что домой не донесут вот смотрите на дальних расстояниях да то что я говорил по поводу скорости перезарядки по поводу сведения то есть ну куда комфортнее куда удобней ну а если вы еще и адреналинчик подключите и будете перезаряжаться еще быстрее ну будет прям вообще красота и так ребят опять два фрага но два фрага уже немножечко других я бы так это назвал потому что одного да действительно не добиток второго практически не добиток там в квшника что-то забросил по урону по ощущениям мне кажется что ну прям вот совсем да маловато маловато знак классности третьей степени то есть принципе планка задрана но я бы сказал не существенно что касается серебра там ну совсем мало урона 9800 ну и что касается нашего места в команде по урону как бы практически ни о чем я сейчас ради чистоты эксперимента закинуть в третью катку хотя планировал две я просто хочу попытаться набросать побольше урона возможно мне сейчас с картой повезет ну и надеюсь что у меня получится накидать урончика хотя бы там полтора-два косаря было бы неплохо в принципе но не настолько сложно на мародере это периодически делать хотя безусловно есть очень большое количество боев которые ты заходишь тебя быстро разбирают ребята сейчас встречаются абсолютно разные встречаются барабанные ребята встречаются с хорошим пробитием есть такие ребята которые с хорошей альфой короче говоря на любой вкус вам могут встретиться противники теперь возникает вопрос а что может же все-таки мародер но ехать как я говорил вперед желания абсолютно никакого нет т-67 и крушитель понятное дело что вы простите крушитель господи кошмар понятное дело что будут здесь отстаиваться они все-таки пт-шки соответственно будут пытаться работать снайперами мэджай подъехал мэджай 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 так что по мэджаю по мэджаю можно отработать допустим голдой да джексона так просто не возьмешь джексону пристреляться надо ну вот что ж такое то вроде бы серенький серенький мэджай было в итоге толку нет так ну хоть что-то годно я попытался сделать не получилось ровным счетом ничего но видать все таки я погорячился не надо было прям совсем лоб в лоб к ним выезжать ребят я не буду досматривать данный бой потому что результата меня интересует мало моя задача была показать на сегодняшним день господи кошмар какой кошмар как чувствует себя на сегодняшней день мародер в рандоме может не может ребят я бы сказал что отбоя к бою но в основном не может все-таки данная машинка он вроде бы фанный заточенная была под фан но на сегодняшний день она уже немножечко подустарела а значит в принципе Радоваться мародеру необходимо будет тогда Когда он вам просто на халяву Откуда-то выпадет Вот прям совсем-совсем на халяву Ну а если будет продаваться Я честно говоря не знаю стоит ли покупать данную машину То есть если допустим того же кошмара За какую-то там сумму Я еще подумал бы покупать или нет То мародера наверное где-то вот Ну максимум где-то полторы-две тысячи золота Это прям вот совсем просто в коллекцию Это потолок Ребят это был честный обзор мародера Я выгулял малыша в рандоме И думаю сделал ему Большую честь тем что он появился В боях Спасибо вам большое за просмотр Если вам нравятся честные обзоры на машины С среднестатистическими руками Подписывайтесь на канал по желтому шильдику Ставьте колокольчики Не пропускайте новые видосы А на данный момент у меня все всех благ Всего хорошего вам мира и успокойствия